Доброе утро! Доброе утро всем зрителям, подписчикам! Доброе утро всем, 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 кто даже случайно заглянул на мой канал. Это Беларусь Гомель. Меня зовут Светлана. Мне 64 года. Я пенсионер. Сижу дома. Сегодня у нас воскресенье. На улице солнечная погода. В окно светит солнце. С окна цветы убраны половина на пол, потому что нельзя, чтобы на орхидеи падал яркий солнечный свет. Ну, а половина там в уголочке пристроились. Я их развернула. Подставила газетку. На них солнце не падает. И так каждое утро снимаю их в 7 часов на пол. А потом в 11 часов с пола они идут опять на окно. Вдалеке у меня кротон, антуриум, пятнистый кротон и орхидеи. А я сижу, отпариваю ноги. Сейчас буду обрезать ногти. Извиняюсь за мои некрасивые коленки. Показала. Надо подрезать немножко ногти, обработать. Ногти на ногах я не крашу. Я не люблю накрашенные лаком ногти на ногах. На ногах ногти должны быть естественные. Это, по крайней мере, считаю я так. Что еще вам рассказать? Время у нас вот такое. 5 минут 10 утра. Я еще не кушала. У меня во рту не было маковой росинки. Сейчас обработаю ногти и пойду кушать. Да, слушаю у вас скрытый номер. Доброе утро. Доброе утро. Скрытый номер написано у меня. Ну, это хорошо, что скрытый номер написано. Серьезно? Конечно. А может и мне так сделать? А как делать? Вы тоже зайдите в МТС, зайдите в МТС, и скажите, что номер скрытый, вам скроют, и все. Серьезно? Вот это да. Серьезно не бывает. А я не знал о такой функции. Ну, я тоже не знал, мне подсказали. Вот бы мне такого... Как вы там живы и здоровы? Вот бы мне такого подсказчика иметь, а? Ну, так вот я и зову подсказчика. Хочу с вами познакомиться. А вы из Гомеля? Из Гомеля. Ясненько. А как ваше имя? Как ваше имя? Меня зовут Виктор. Очень приятно. А меня Светлана. Очень приятно. Что-то мне попадаются они Светланы. Ну, наверное, это судьба на сей раз. Наверное. Я извиняюсь за некорректный вопрос. Сколько вам... Сколько вам... Что вы спросили? Сколько мне? Да, сколько вам лет? Ну, там же в газете указано 64. А если я моложе, не пойдёт? А моложе на сколько? Ну, на лет... 10-12. Вы что, с ума сошли? Что? Что так? Не, что, серьёзно? У вас такой возраст молодой? Да. А вы же... Женщины некоторые любят таких вот годов ваших помоложе мужчин? Нет, подождите. Вам где-то за 50? Да. Ну, тогда вам не ко мне. Нет? Нет. Ну, смотрите. Наше дело... Предлежит раздел отказаться. Ну, удачи в поисках тогда. Ну, всё. Спасибо. До свидания. Ну, счастливо. До свидания. Вот гады! Идиоты! Им секс подавай! Кобылина несчастная! Ему за 50! Бык норвежский! Зла не хватает. Это я, девчонки, ноги ещё обрабатываю. Держу тазики. Ногтики на ногах мы обрезали или подрезали, чтобы вы не поправляли. Вот. Вот такой у меня завтрак. Рис подогретый. На сковородочке со сливочным маслицем чуть-чуть водички плеснула. Вот это вот рулетик, который я покупала. Это жёлтая помидорка. Вот такой будет завтрак. Кто сейчас кушает, всем тоже приятного аппетита. Сейчас время 9 часов 45 минут утра. Поливаю орхидеи. С крана бежит чуть тёпленькая водичка. Поливаю орхидеи. Вот эта орхидейка скоро расцветёт. Бордовые будут цветочки. Пять цветочков. Больше она не даёт никогда. Это маленькая полилась. Но она не маленькая, а такая вот. У меня почему-то очень плохо нарастает листовая... Лист нарастает плохо. Не знаю почему. Каждое воскресенье я проливаю или каждую среду. Как вздумается, девочки. Я графика не держу на цветах. Корни зелёные тут. Зелёные. Достаточно. Вот сейчас на очереди вот этот. Потом вот эти мои красавцы на очереди. Вот никогда не подводят. Три цветоноса цветут. Вот эту мне Ирина дарила. Вот эту я сама покупала. Которая растёт, растёт и растёт. Уже надточила две палочки, чтобы её привязывать. Цветёт и цветёт. И куда она лезет? Ну, как-то вот так. Как-то, девчонки, вот так. Следующий. Следующий, сказал заведующий. Сейчас мы сморщим вначале кору, а потом мы поставим поливать. Не видно вам, извините, потому что мне надо смотреть и на орхидею, и на камеру. Ну, вот так. Они особо пить не хотят. Я их часто поливаю. Часто сюда брызгую с пульверизатора водой. И поэтому корни у них зеленеют быстро при поливе. Девочки, после того, как мы потрудились с вами, полили орхидейки, обрезали ногтики на ножки, надо попить какао. Какао я пью без молока, просто завариваю с чайника в кружечке. А это творожок 15% с 25% сметаной. И сейчас попьём какао со сметанкой. Девочки, вот такая у нас сегодня погода. Небо голубое. Солнышко. Сохнет бельё у людей, не у меня. Кто-то трындит на скамеечке. За кустом сирене не видно. Надо купить секатор и подрезать этот куст сирени сверху, потому что она будет тянуться вверх. Это не надо. Надо, чтобы был кругленький шарик. Надо купить секатор. Надо прополоть мне опять свой газон. Девочки, я хочу сказать, что мои ролики, они однотипные. Вы ничего от них не ждите. Необычного. Необычного от моих роликов не будет. Это, скорее всего, такой контент больше для создания атмосферы, настроения. И мне, и вам. И поэтому эти ролики не для упечатления публики. Так что не надо ждать от них ничего нового. Ничего нового не будет. Всё однотипное, однообразное. Красота! Какое небо! Воскресенье. Двенадцатый час дня. Чего ты так орёшь? На грушу собралась и орёшь. Клюй уже грушу, да молчи. Вон лазит ворона. Это Галка у нас такая громкая. С того подъезда сидит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, девочки. Пойду проводить себя в порядок. Орхидейки мои политые. Никто из них не обижен. Никто не обижен. Вот эти вот две орхидеи, они не наращивают листву. Это когда Ирина работала в ОМА. Я рассказывала, орхидеи были на Викенштейн. Викенштейн уже, их даже уценённые никто не брал. Их выносили, выбрасывали в мусорку. Ира мне принесла. Они белые. Вот. Но что-то они вот не развиваются. Листья они не наращивают. Вот эти две. Так что как-то вот так. Всё, мои хорошие, включусь вам попозже. Девочки, вышла в город, стала собираться в город. И слышу через окно, женщины сидят и говорят, умер кто, где, когда. Я быстренько оделась, вышла. Лёня Голубков, наш, умер. Умер, умер в больнице. Но не могу добиться толку. Он упал, разбил голову то ли дома в ванной, то ли где-то в городе упал. Забрали в больницу, и прошлой ночью он умер. Не этой ночью, а прошлой ночью. А вчера я вам ролик снимала. Я говорю, что какой-то дядька смотрит за голубями. Полез на голубятню. А Лёни уже в живых не было. Вот так. Даже не верится, что Лёни голубка нет. Он у нас как сын двора был. Он же с шести утра, с шести утра и до одиннадцати вечера всё во дворе, во дворе, во дворе. Он всё знал, всех оббегает. Я не верю. Я с восемьдесят четвёртого года живу в этой малосемейке. С восемьдесят четвёртого года я его вижу, и вдруг его нет. Но этому послужила пьянка. Я вам сказала в прошлом ролике, что Лёня запил. Лёня запил. Потом его видели в магазине с бутылочкой. Видите, всему пьяночка. Если бы не друг его не пригласил к себе и не налил бы ему четыре рюмочки коньячка, Лёня бы жил. А так Лёня запил. Лёня запойный. Он пил раз в год постоянно. У него была асфальтная болезнь. Я уже рассказывала. Вот. А на этот раз... А на этот раз летальный исход. И что хочу сказать, что у него же больное сердце. Он же недавно лежал в больнице. У него откачивали жидкость лёгкая. У него очень больное сердце. Ну, наверное, сильно разбил голову. Что ему... Его не спасли. Узнаю всё подробно, в какой больнице он умер. Просто интересно. Он нам уже как родственник во дворе. Что теперь будет с голубями? Ох, у него же дорогущие голуби. По сто долларов, по двести. Ну, друзей много, наверное, позабирают у него голубей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это горе. Вот это горе. С 84-го года человек с каждым вот буквально плечо о плечо во дворе ходил, и его нет. Ладно, девочки, всё. Девочки, пришла я из города. Ходила я в аптеку. В основном я ходила в аптеку. Но, если ты идёшь в аптеку, то ты ещё заходишь в сопутствующие места и покупаешь всё подряд. Всё, что требует денег. Всё, что требует наших растрат. Вот такие вот дела. Жизнь нашей девочки ничто. Так что не надо себя ничего жалеть. Как вы говорите, зачем тебе 30 платьев? А надо ещё 30 куплю. Вот жизнь у человека оборвалась, и всё. И нет её. Так что, девочки, 30 платьев, и плюс ещё 30 платьев. Это наша жизнь. Я до того шокирована. Мне не хочется не плакать. Я не расстроена. Я как бы вот... У меня нет такого вот расстройства. Но я не понимаю, почему человека нет. Вот это с 1984 года я даже так маман свою не видела каждый день, как я видела Лёньку. Я в молодости вообще к мамке не ходила раз в год. Вот. И она ко мне не приходила, и я к ней не приходила. И поэтому как бы по жизни я её видела меньше, чем Лёньку видела. Вот так вот откроешь, утром придёшь, ага, Лёнька уже в голубятне. Там вот что-нибудь ещё идёшь куда-то, Лёнька в голубятне сидит, ходит, стоит, голубей гоняет. В городе встретишь, в магазине вот. Но нету человека. Всё виновата пьянка. Говорю ещё раз, пьянка. Раз, я же говорила, он раз в год запивает, но конкретно. Последний раз он запил зимой. Это было где-то в декабре месяце. Я же рассказывала, я от мамки иду, а голубят не открыты. А холодно, какой-то морозчик был такой. Я к Тамаре, к жёнке, домой к ним. Я говорю, Тамара, так и так. Она говорит, иди закрой. Я говорю, я не полезу на лестницу. Вот это он последний раз, его был запой зимой. А сейчас вот летом. Женщина с общаги одна говорит, я его накануне смерти видела. Он приходил в магазин за бутылкой и говорил, как я в тебя, Надя, влюбился. Ну, он такие вот шутки бросал тупые. Вот тупые шутки, девочки. Так, короче. Царство небесное, Лёня. Конечно, есть и плохие его моменты, но о покойниках плохо не говорят. Всё хорошо. Так, чего я ходила? Я ходила в аптеку. У маман в день по несколько раз изжога. Я покупала Гастал, Гастала на сосёт, вот, почти каждый день. Гастал, Рене, они не идут по стоимости 10% как для инвалида. Они идут по полной стоимости. Не все же лекарства выписывают за 10% инвалидам. Купила наша, купила Рене, но наша белорусская. Называется Реникзон. Реникзон. Это Рене. Сказали сосать при изжоге. Рассасывать таблеточку надо. У меня, когда у мамки была изжога, я Гастал, она сосёт. А я не могу сосать таблетки. У меня рвотные рефлексы. Поэтому я глотала Гастал. Короче, купила для маман Рене. Потом я её переворачивала и резко перевернула, когда к столу, чтобы поменять памперс. Она же рукой хватается за эту ручку, которая прибита на столе. И она рукой, вот так вот, вот этой частью, рукой ударилась об стол. Она очень часто ей ударяется. И в неё опять только тот синяк зашёл, сошёл. Синяки и её, вот с этой стороны, с тыльной, сходят очень долго. Год надо, чтобы сошёл синяк. Только сошёл тот синяк, и она набила себе новый. Вот такой вот, вот здесь вот, вот на этой части руки, вот такой вот синяк большой. Я захожу в аптеку, я говорю, скажите, что лучше для синяка? Адимексид, димексид. Гелина говорит, а димексиды не для синяков. Они от ушибов, от припухлости. Они обезболивают. Она говорит, возьмите гепарин. Я говорю, ну вроде бы гепарин у нас есть. Я говорю, у нас есть крем. Она говорит, крем слабенький, а гель посильнее. Гепарин гель посильнее. Ну, купила гепарин гель, 12 рублей. И здесь нарисованы ножки, видите, вот ножки. Она говорит, вы даже после синячка можете себе использовать. Если у вас болят икры, болят ноги от высоких каблуков. Если вы много находились, у вас крутит ноги, ноет гепарин гелью, можете помазать ноги. Так мне сказала фармацевт в аптеке. Гепарин дорогая, 12,91. 12 белорусских рублей, 91 копейка. То есть 13 белорусских рублей, если округлить. Но я купила маман, буду мазать руку. У нее есть крем, я вчера помазала. Вот, а это гель. Потом, я говорю, девочки, у вас гигиеническая помада есть? Они говорят, есть. Я говорю, у меня такая проблема. И рассказала. Они говорят, вы не с первой проблемой, вы не первая с такой проблемой к нам обращаетесь. Эта волна ковида, она именно так и дает такие вот показания на губы. Я говорю, мажу губы вазелином косметическим. Я говорю, под вазелином тоже стягивает губы неприятное ощущение. Она говорит, возьмите вот эту вот скорая помощь. Стоит 5 рублей 10 копеек гигиеническая помада. Тут надо почитать, что в состав входит. Сейчас не буду читать. Короче, мне фармацевт посоветовала вот эту гигиеническую помаду. Скорая помощь. Там много гигиенических помад. Она мне посоветовала и с Бепантелом. Если я правильно, Бепантел, да. Я говорю, нет, нет, не надо мне. Ну, в общем, она первый раз посоветовала вот эту мне помаду гигиеническую. Буду мазать губы. Девочки, так мучаюсь губами. Мне даже от того, что стягивает губы, мне болит нижняя губа. Мне боль в нижней губе. И если на нижнюю губу что-то попадает, она щепит. То есть, именно губа нижняя, она нездорова. Так, девочки, что я еще купила от расстройства. Пришла домой. Посмотрела, что у меня в холодильнике стоит кефир. 3,2% жирности. Я зашла в универмаг и еще купила кефира. Я просто забыла, что у меня есть кефир. Теперь мне надо душиться, давиться, пить кефир. Две бутылки мне надо выпить, чтобы не пропал срок годности. До 3,08. Ого! До 3,08. До 3,08. Мне надо выпить. Нифига себе! Заявочки! Ну, кефир, он же не пропадает, девочки, правда? Девочки, ну скажите, правда? Если даже кефир будет просрочен, ничего страшного. Оно же травления не будет. Это просто кислый продукт, кисломолочный. Я так думаю. Купила печенье. Золотая рыбка. Крекер. Маленькая фасовочка на рубль 34. Купила 3 луковицы. Купила 2,4,6 картошин. Зашла в универмаг. Купила универсальный порошок Мара. Ручное мытье. Ручная стирка написано. Написано ручная стирка. Если у меня подписчица говорит, что вы все показываете, ставьте камеру правильно. Девочки, мне очень тяжело настраивать незеркальное положение. Если бы у меня было настроено незеркальное положение, вы бы видели все правильно. Во-первых, я уже говорила, я в незеркальном положении сама себе не нравлюсь, когда я смотрю в камеру. Мне челка тогда не на мой, не на правый бок, а челка тогда идет на левый бок. И я сама себе не нравлюсь. А я в первую очередь должна нравиться сама для себя, но не для зрителей. Я считаю так. Я должна нравиться себе. Так, потом купила я вот такой вот бальзам. Я давно его хотела. Бальзам ополаскиватель для волос с кашемиром. Я вот такой шампунью пользуюсь с кашемиром. И купила такой же бальзам. Потому что волосы часто крашу, и после окрашивания они как соломка. Такие жесткие, как солома. И так как мне надо пересаживать традисканцию, зашла, купила земельку для традисканции. Здесь написано фиалка, петуния, глоксиния, примула, стрептокарпус, цикас, сансинверия, фитония, толстянка, гербера, аллоказия, компанула, шлюмбергера, вриезия, гузмания. Гузмания у меня цветочек был. Он мне не нравится. Ну и здесь с обратной стороны написано. Так, может быть использован в следующих культурах. Штрептокарпус, все, что я вам почитала. И тут я вычитала слово традисканция. Так что для традисканции моей подойдет. А моя традисканция уже пустила, девочки, корешочки. Сейчас вам покажу. Корешочки пустила. Вам через это не видно. Девочки, болит грудной клетки опять. Вот такие вот корешочки. Вот. Видите, какие длинные? Вот это один. Вот это второй один пустила корешочек. Вот. Два. Вот это вон как хорошо пустила корешочек. Вот. Корешочки длинные. И вот это пустила длинный корешочек. Так что, девчонки, я с корешочками. Даже радостно мне. Вот. С вами разговариваю, а по спине течет пот. Чего не знаю. Не жарко мне. Я спокойно веду себя. И стою, и у меня течет пот со спины. Прямо вот здесь вот по позвоночнику. Да так же щекотно. Да, девочки, это ковид наш. Наш любимый ковид. Воды перелила трошечки. Болит грудной клетки. Кашель пробивает. Ну все. Корешочки есть. Будем через пару дней пересаживать. Только не знаю. Сразу четыре штучки мне посадить. Или на две разделить. Так, девчонки, сейчас три часа. Надо мне что-то перекусить. А перекусывать ничего не хочется. Наверное, отварю штучек шесть-семь пельменчиков. И просто юшечкой, бульончиком посербаю. Все, мои хорошие. Я показала вам все. Рассказала все. Буду лечить губы. Буду лечить губы вот такой вот помадкой. Все, давайте. Пока-пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова